Как повысить электоральную культуру и улучшить выборный процесс? Эти вопросы североказахстанцы обсудили с представителем Центра избиркома страны. Какие проблемы поднимали на встрече, расскажут мои коллеги. Сейчас в Казахстане межелекторальный период, а значит, есть время обсудить проблемные вопросы. На встрече говорят о работе организаторов выборов. Не всегда члены комиссии компетентны в знании закона. Есть недоработки и по составлению списков избирателей. А еще нужно активнее работать с электоратом, говорит Константин Петров. Очень большой пласт интересов гражданского общества. Это не правительственные организации, у которых тоже наверняка есть свой взгляд, каким образом нам через систему образования, допустим, может быть в школах дополнительные начинать уже уроки со среднего звена, со старших классов, которые уже наших детей будут потихонечку обучать азам электорального поведения. Какие вопросы хотелось бы решить до следующих выборов, озвучивают и североказахстанцы. Ольга Тиченко – председатель Акаинской районной комиссии. По ее словам, последние выборы показали, что не все представители политических партий активно участвуют в избирательной кампании. Также она предлагает дифференцировать состав комиссии по числу избирателей на участке. Часто мои коллеги задают такой вопрос. На избирательном участке 100, 200, 500 избирателей, полторы тысячи до двух тысяч по нормативам есть. А комиссия на каждом избирательном участке состоит из семи человек. Естественно, и оплата у всех одинаковая. И спрашивают, почему так? С таким предложением Константин Петров согласился. Вопрос поднимали и в других регионах. Предложение очень правильное. Там, где 70 человек избирателей, конечно, не нужно ни 9, ни 11 членов. Там достаточно, наверное, 5. И можно все организовать. Согласен полностью. Предложение поддерживается. Мало того, что оно поддерживается, оно уже фактически сейчас в работе. На встрече озвучили и проблемы с доступом в интернет во время выборов, наличие помещений и технического оснащения избирательных участков, а также обучение членов комиссий. Константин Петров пообещал, все предложения возьмут на контроль и учтут при разработке изменений в соответствующих законодательных проектах. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК.